Итак, популярный вопрос. Зачем продавцы в магазинах надрывают чеки? Существует множество версий. Суть проблемы в том, что они берут чек и надрывают его. Тут можно даже увидеть небольшой надрывчик, который словно помечает им место, как надо надрывать чек. И вот вопрос. Зачем они это делают? Многие считают, что это выражение своеобразной ненависти, что они работают на унылой работе кассира и таким образом пытаются хоть как-то вам населить, взять и порвать вашу бумажку. А да, по сути, они рвут вашу бумажку. Чек это платежный документ, и более того, это ваш платежный документ. Он остается у вас. Так вот, вы можете себе представить, чтобы вы покупали квартиру, вам давали документы о регистрации права собственности и рвали его. Или, например, вы покупаете телевизор, вам дают товарный чек и разрывают его. Конечно же, это абсурд. Зачем-то кассирши рвут ваши вещи, и многие люди к этому относятся нормально. Но давайте встанем на их сторону. Во-первых, они не рвут, а надрывают. Они не рвут полностью. То есть, они его не уничтожают, а лишь частично повреждают. Во-вторых, кто-то скажет, зачем он вообще нужен? Вот зачем вам этот чек? Большинство их даже не берет. На самом деле, существует много причин, зачем они нужны. Например, кто-то сдает их в бухгалтерию, чтобы получить возмещение. Я использую программу InShopper, в которой я фотографирую чеки, нужные товары, и мне перечисляются деньги. Это такой своеобразный маркетинговый ход. Дело в том, что авторам программы даже в голову не пришло, что кто-то будет вот такие чеки мне давать. Но это смешно, да. Есть ли такая практика в Европе? Ну, рвет ли кто-нибудь ваши документы платежные в Европе и США? Конечно, нет. Так зачем же делают это кассиры у нас? Во-первых, они делают это по своей глупости и злости. Они, если вы спросите, зачем вы это делаете, они скажут, так надо. Если вы потом спросите, а зачем надо, они скажут, так надо, в, собственно, никакой аргументации. Вот. А почему это делается раньше? Человек шел в кассу, в ней оплачивал, потом с чеком, целым чеком, целым. Шел в, вы не поверите, прилавок, который был отдельный от кассы, и давал целый чек. По нему вам выдавался товар, например, колбаса, и уже за прилавком девушка на выдаче рвала чек, что означало, что он погашен. Суть в том, что, хотя все выглядит абсурдно, и ваши чеки, ваши документы сейчас рвутся, и это кажется глупостью, на самом деле это все нормально. У нас есть положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, и в нем пункт 6 гласит, чеки погашаются одновременно с выдачей товара, оказанием услуг, с помощью штампов или путем надрыва в установленных местах. Помните, я вам показал? В установленных местах. Таким образом, это варварская бюрократическая модель надрыва чеков никуда не делась, и она более того законна. Но, если вы попросите не надрывать чек, вам его не надорвут. Вот так, что я вернулся из магазина и сказал, не рвите, пожалуйста, мой чек. На что Костиша, достаточно советского унылого вида, сказала, хорошо, и просто отдала мне чек. Они никогда не будут рвать, если вы попросите. У них это просто машинальная привычка. И то не везде. У меня тут есть чеки из Перекрестка, там, например, грамотный Костиша просто не рвут, а дают вам чек. Удачи! Если вы хотите потроллить продавцов, получить лулзов, то можете, когда вам выдадут чек, сказать, а вот зачем вы порвали мой платежный документ? Ну, тогда вы получите много фана и негатива. Поэтому берегите свои чеки. До встречи!